Вячеслав Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Хрущевки – жилье, по сути, временное. И появились они потому, что нужно было в свое время быстро расселить из коммуналок, из бараков людей. Но, как известно, нет в мире ничего более постоянного, чем временное. И вот они до сих пор стоят. Так каков же их ресурс-то на самом деле? Дело в том, что хрущевки, так называемые, это то жилье, которое можно было быстро и массово возвести, то есть решив жилищную проблему на тот период российской истории, когда это производилось. При этом хрущевки бывают и панельные, бывают и кирпичные. Срок эксплуатации капитальных строений домов многоквартирных из разных материалов, соответственно, различный. То есть если мы говорим о панельных домах, которые первых серий, так сказать, создавались, то у них было 40 лет. Там дальше уже 45 лет было, сейчас потом было 50. Сейчас уже декларируется, что современные панельные дома, там, порядка 100 лет предельный срок эксплуатации у них может быть. Значит, вот о чем идет речь. Если это дома из кирпича, то у них предельный срок эксплуатации 100 лет. То есть, соответственно, различаются. То есть неудобное это жилье может с точки зрения сегодняшнего времени, с точки зрения планировки, с точки зрения высоты потолков и так далее и тому подобное. Да, может быть. Вот вы говорите, срок эксплуатации панельных домов первой серии там был 45 лет, 50 лет. Ну, это все давно закончилось, их, по идее, надо уже и сносить. Вот действительно, сейчас идет процесс. Мы как раз подошли к этому рубежу, и у нас появляются дома, которые вот как раз-таки из первой серии, которые подлежат. Это началось уже в прошлом году. То есть мы на Тюмени видим, что есть дома уже с предельным сроком эксплуатации. Их ремонт, он нецелесообразен. А ремонт нецелесообразен, потому что вот ремонт помогает в рамках того, что еще срок эксплуатации не истек. Но если он уже истек, то никакими мерами капитального характера, значит, восстановить это невозможно. Если мы говорим о панельных домах, а это как раз такие дома, то там просто-напросто металлические конструкции уже подверглись такой коррозии, что не подлежат восстановлению. При выселении людей из такого дома нужно им выплачивать выкупную стоимость, их имущество. Соответственно, в ветхом доме эта стоимость невысока. Таких средств не хватит для того, чтобы им приобрести новое жилье. И сегодня власть вынуждена оценивать старое жилье по цене нового и переселяет в эквивалентную площадь за свой счет. Но дело в том, что одно дело переселять там двухэтажные бараки времен революции, и это одни затраты. И мы сейчас программу вот до 17-го года, которая стояла перед нами, выполнили. А другое дело уже, так сказать, переселять хрущевки, панельные дома. Это уже гораздо больше объем инвестиций, то есть просто нашего всего бюджета Тюменской области не хватит на решение этой проблемы. Поэтому мы должны находить другие институциональные решения для того, чтобы, так сказать, возвести такое количество метров. И здесь как раз-таки и наш регион разработал принципиально новую концепцию, это концепцию строительства наемных домов. И для того, чтобы решить эту проблему, мы сейчас ожидаем изменений федерального законодательства. Потому что нужно внести в закон о конституционных соглашениях соответствующие изменения, чтобы можно было привлекать инвестиции частного партнера, коль скоро у нас в бюджете денег нет. И, соответственно, строить эти дома по такой модели. И изменения в жилищный кодекс, позволяющие фактически вместо договора социального найма жилого помещения предоставлять дома по договору социального найма в наемных домах. То есть это немножко другая конструкция. В наемных домах нельзя приватизировать квартиры, но во всем остальном эта конструкция весьма удобная для потребителей. Сколько нужно строить подобных домов, от наемных домов, чтобы, ну, так сказать, закрыть эту проблему старых домов, в которой пора уже зависеть? Ну, миллион триста, порядка миллион триста квадратных метров для города Тюмени. То есть это прямая потребность сегодняшнего времени. Если говорить в домах, это более тысячи сейчас домов. Но это дома разного калибра, что называется. Вот. Если смотреть на перспективу, то там, конечно, будет их в два раза больше. Если мы будем строить дома уже высотные, так сказать, многосекционные, то нам тысячи домов не потребуется. Понятно, что там это, может быть, там 120 домов, 117 потребуется возвести. Но наша концепция предусматривает строительство домов разной этажности, в разных частях города, чтобы сформировать сразу же рыночное предложение. Потому что для кого-то что-то является окраиной, а для кого-то любимое место. То есть поэтому такие дома должны быть и в центре, и на окраине, и в разных частях, разной этажности, значит, и все, безусловно, должны быть комфортные. И, безусловно, с применением самых современных доступных технологий. На сегодняшний день самый длинный срок эксплуатации у домов монолитный железобетон. То есть 150 лет. Поэтому пока не придумали ничего другого, мы должны строить именно дома по такой технологии. Вячеслав Михайлович, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо.